Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Вот это поворот. Самвел, конечно, такого не ожидал. Прилетела ему от Вики четкая и ясная. Нищеброд. Закончились деньги на карточке, и он ей стал не нужен. Теперь уже не она за ним бегает, как собачка за телегой, а он за нею. А она от него буквально убегает. Добежала до своего номера, быстренько открыла двери, проскользнула внутрь и захлопнула дверь перед его носом. И, представляете, стоит севка, скулит под дверью. Вика! Вика! Так ведь нельзя! Выйди, Вика! А Вика и слушать ничего не хочет. Раз денег нет, иди лесом! Конечно, это была сценка. Есть несколько моментов, на которые я обратила внимание. Вот вроде бы актеры они, а как плохо сыграли. Станиславский бы сказал, не верю. Во-вторых, конечно, Вика не стала бы так явно разрывать с ним отношения. Деньги у севки есть, и он еще не один раз пригласит ее в кафе. Вот если бы уже был доказанный факт, что у него не просто заблокировали карточку, а вообще не осталось ни копейки. И вот это как раз-таки третий момент, о котором я подумала. Круг людей, которые сейчас называют себя его друзьями, заметно поредел бы. И ладно, если друзья, в принципе, это же чужие, посторонние ему люди, но отвернется ведь и мать. Я не знаю, как поведет себя в этой ситуации Ира. Когда он только начинал вести свой YouTube-канал, ее на горизонте даже близко не было. Не было этих частых и долгих разговоров по телефону. Почему? Если они так хорошо общались, если они очень дружные были между собой. Почему они не разговаривали? И Севка даже не рассказывал. Ой, звонила сестра, мы там два-три часа с нее болтали. А ведь сейчас он записывает именно такие длительные разговоры. В гости они друг к другу не мотались. Это спустя время Самвел стал частенько к ней наведываться. Самвел. Когда он сделал в квартире ремонт, только тогда на пороге появилась Ира. Если мне не изменяет память, Самвел сам говорил о том, что до ремонта Ира вообще порог этой квартиры не переступала. А зачем? Она слишком грязная была, слишком неуютная. Что она там бы делала? Совсем другое дело, когда у Севки зазвенели в кармане золотые монетки. Тогда братишка пригодился. Так же, как и его матери. Просто пригодился сестричке. Она тут же опять материализовалась из воздуха. Вот она я. Ты помнишь, как хорошо мы с тобой общались. Мы же с тобой друзья. Севка ей ездил, помогал к ней. Когда вот она заболела, он сидел с племянницей. И Руська особо не проявляла участие к жизни брата. Я не знаю, насколько адекватно Севка смотрит на эту ситуацию. Вот в отношении того, что друзья с ним из-за денег. Он отлично понимает, что люди, которые находятся рядом с ним, запросто могут в случае неудачи от него отвернуться. И если он действительно не обольщается на их счет и не занимается самообманом, тогда его не постигнет разочарование. Если вдруг такой день когда-нибудь настанет. Когда у него действительно не останется денег. Эту сценку придумали для них сами зрители, которые писали в комментариях, что Вика общается с Амвелом только из-за выгоды. Вот они и обыграли эти комментарии. Наверняка найдутся такие люди, которые поверят. Несмотря на то, что они потом выскочили, стали смеяться, что да, только из-за денег. Ну, в общем, они сразу показали, что все это было разыграно. Севка на весь коридор радостно сообщает «Все, не могу, пойду в туалет». Зашел туда, направил камеру через зеркало на себя и рванул молнию. Была у меня надежда, что больше он не будет тыкать свое пузо в экран. Но она не сбылась. Опять он нам его тычет. Но зачем он нагаляет неприглядные части своего тела? Он считает, что его лица нам недостаточно? Или он на полном серьезе думает, что есть люди, которым интересно знать, поправился он за время поездки или похудел? Да ничего удивительного нет в том, что он набрал вес. Они всю дорогу едят и пьют. Это не может не сказаться на нем, как бы он ни хотел. Чудес не бывает, особенно таких. А шею показывать не будет. Видимо, нечем похвастаться. Иначе он и ее поэлозил бы пальцами и снял крупным планом. Но я думаю, что это еще все впереди. У Севки уже это настолько отработаны движения. Теперь он будет показывать это постоянно. Сели они в автобус, едут дальше. И тут до Севкиного уха долетает, как кто-то сказал. Сердце Ленина похоронили, а тело лежит в мавзолее. И тут Севка начал типа рассуждать на эту тему. Нет бы сказать Ленину спасибо. Ведь есть за что сказать. Начал это с того, что я не совсем поняла, что он хотел сказать по поводу Божьей Матери. Говорит, а род будто Божья Матерь родилась у них. Это про россиян он говорит. А с кого он это слышал? Вообще-то я думаю, что все люди, ну мало-мальски грамотные, знают, что Мария родилась в Израиле. Там и жила. Да, он сам придумал и сам поверил в это, что в России так считают. Но откуда в его голове возник этот бред? Или он сам настолько малограмотный? Говорит, как такое возможно, чтобы в православной стране тело не было предано земле? А что его так удивляет? Если уж он заговорил про Марию, взять, к примеру, библейских персонажей. Лазаря Иисуса хоронили в пещере. Ладно, Севка может сказать, но они же были не православные. Но даже сейчас есть желающие хоронить в семейных склепах. Кто-то кремирует, оставляет прах в специальном сосуде, который хранится дома. Не помню где, то ли передача, то ли фильм какой-то был, но я видела, как хоронили за границей. Тоже вот не помню где конкретно. Там на кладбище такие стоят тумбы, огромные тумбы с ящиками. Сразу много там по 30-50 ящиков. Туда кладут прах покойного, опять же таки в каком-то сосуде. И на дверцу вот этого ящика прикручивают табличку с именем, фамилией, датами рождения, смерти. Тоже получается, люди не лежат в земле. Но если проблема с местом для захоронения, как-то же выкручиваться надо, Севки не дают покоя Мавзолей Ленина. А как он относится к тому, что тело Пирогова тоже лежит в Мавзолее, в его стране. И так же, как и тело Ленина, находится ниже уровня земли, что в принципе можно считать погребением. Или Самвелл не считает, что их страна имеет какое-то отношение к православию, поэтому можно. Ему дай возможность, он и к столбок прикопается. Вот именно поэтому, что Ленин не захоронен, считает Севка, в России столько бед. А в какой стране их нет? То тут, то там что-нибудь да происходит. То землетрясение, то наводнение, то тайфуны. Смотря какая страна к чему расположена. А где-то, извините меня, вулканы извергаются. Но это происходит постоянно. То смерчи, то ураганы, то тайфуны. В тех странах, где все это происходит, Ленин не лежит. Однако природные катаклизмы случаются. И спрашивать у Севки, отчего это так происходит, бесполезно. Ему просто хочется позлорадствовать. Вот точно так же, как в отношении Белгорода. Захихикал. А, что, бегаете, говорит, как тараканы. То ли еще будет. Севка, ты позаботься от себя, чтобы тебе не пришлось бегать, как таракану. Еду дальше. Смотрит Севка в окошко. Говорит, ой, как я люблю заглядывать во дворики. А во дворе стоят такие красивые мусорки. Вот бы пустили туда этого помоечного кота. Он бы там с удовольствием поковырялся. Кстати, насчет мусорки. Когда они уже добрались до отеля и вышли на прогулку с Викой. Они ведь набрели на мусорку. Севку она сразу заинтересовала. Он же мимо отбросов и нечистот пройти не может. Хотел полазить внутри, посмотреть, какой мусор туда люди выбрасывают. Но она оказалась закрытой. Видимо, таких любопытных гастролеров было немало. Пришлось даже мусор от них закрывать. Какая жалость. Он бы с удовольствием там поковырялся бы. Может быть, ему повезло, и он нашел бы еще один использованный презервуар, как тогда в Италии. Кто понял, тот понял. Нашел Севка еще одну возможность, чтобы обматерить своих зрителей. Когда заселился в номер, показал заранее сфотографированную просьбу к постояльцам отеля, где написано было, чтобы они оставляли использованные полотенца на полу в ванной комнате. И Севка начинает объяснять зрителям прописные истины. Мокрые полотенца нельзя оставлять на кровати, на мебели, на ковролине, а только в ванной комнате. Но вот специально для таких тупорешек и написали. В прошлый раз Севка одно полотенце оставил возле унитаза, а второе ведь оставил на столе. Видимо, такие, как Севка, останавливаются очень часто, поэтому и пришлось написать такое объявление. У него эти мокрые полотенца где только не лежали. Поэтому пусть сохранит эту информацию и учит, пока она у него от зубов отлетать не будет, чтобы в следующий раз он этого не делал. Пошел с Викой на прогулку. Вика говорит, ой, смотри, какая сирень красивая цветет. Севки два раза повторять не надо. Тут же подбежал и начал ломать ветки. Как дикий! На возмущенный вопрос Вики, зачем ты это делаешь? Говорит, хочу поставить в номере. Сломал несколько веток, понюхал, дал Вике понюхать и тут же вышвырнул. Он же говорит, что теперь он все будет делать назло. Он прекрасно понимает, как некрасиво это выглядит со стороны. Да, сирень нужно ломать, чтобы она пышнее растла и цвела. Он знал, что многие зрители тоже это знают, поэтому вряд ли негативно отреагировали бы на то, что он отломил себе несколько веток. А вот выбросил он их специально. Он мог бы отдать эти цветы Вике, но он расчет был на негодование зрителей. Выглядело это и в самом деле мерзко. Я думаю, что кого-то зацепило и кто-то наверняка написал насчет этого комментарий. В принципе, чего Севка и добивался. А его подружке Викусе было смешно. Она уже, я смотрю, полностью включилась в этот процесс. Ей даже не пришлось объяснять правила игры. Достаточно просто быть собой. Я прям так и слышу, как Севка говорит, Викуся, не старайся. Не нужно что-то строить из себя, не нужно показывать себя с хорошей стороны, не нужно показывать с плохой. Просто будь собой. Ты мне подходишь идеально. Ведь Севка всегда выбирает свою компанию и близкий круг себе подобных. На них проще делать контент. Переходили дорогу, прям там слышно, транспорт едет, они перебегают. Вика быстрее, быстрее. Потом и говорит, это только мы можем вот так вот перебежать. Местное население в жизни бы до такого не додумалось. Вот уж нас обострют в комментариях. Типа, можно не морочить себе голову и делать все, что угодно. Опять зрители оказались крайними. Да вы все равно побежали бы. Есть у тебя в руках камера или нет. Если ты захотел побежать, ты побежишь в любом случае. К тому же, вы так усиленно старались, чтобы про вас писали плохо. Но если исходить из ваших же слов. Ну что ж, читайте в свое удовольствие. У каждого на канале Усевки свое развлечение. Самвел и его гоп-компания развлекаются по-своему. Злят зрителей. Зрители в комментариях отрываются по-своему. Стараются зацепить его и разозлить. Все счастливые и довольны. Севка заработал, зрители высказались. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.